Мы еще никогда не играли на Олимпийских играх и я могу гарантировать, что наши хоккеисты сделают все, чтобы победить. Это слова генерального менеджера сборной Дании Кима Педерсона перед стартом квалификации. Чтобы завоевать заветную путевку на Олимпиаду в Пхенчан, датчане привезли в Минск, на их взгляд, сильнейшую сборную за всю историю. В ростере оказалось сразу 8 игроков из НХЛ. Но несмотря на грозный состав соперника, белорусские болельщики верили в наших хоккеистов. Достойный состав в этом году получился. Даже, наверное, сильнее немножко, чем на чемпионате мира. Поэтому должно все быть, должно все получиться у нас. Стартовые минуты матча Минск-Арена часто с облегчением выдыхало, когда датчане не могли реализовать голевые моменты. И все-таки на третьей минуте Никласу Йенсену удалось поразить ворота Кевина Лаванда. Датчане попытались развить успех, но надежно играл наш голкипер. На 13-й минуте у белорусов получилась быстрая контратака. Александр Павлович поставил эффектную точку в красивом розыгрыше. А в конце периода при игре в меньшинстве уже Артем Волков заставил арену снова ликовать. Я, конечно, ожидал от нашей хорошей игры. Ну, молодцы. Я просто надеюсь, что дальше так и будет. Здесь, конечно, кое-какие недостатки в обороне, но в нападении мне наша сборная понравилась. Агрессивно играет. Исход матча решился в третьем периоде. На 44-й минуте форвард Сергей Костицын реализовал большинство. А вскоре наш капитан Андрей Стась воспользовался точной передачей Джеффа Плата и сделал перевес комфортным. 4-1. Сборная Дании при игре 6 на 3 одну шайбу отыграла. Но последнее слово осталось за белорусами. Итоговый счет 5-2 установил Сергей Костицын. Он поразил пустые ворота гостей. Еще перед этим матчем председатель Беларусской Федерации хоккея Игорь Арчковский говорил, что в эту игру играют не имена, а хоккеисты. И был абсолютно прав. Несмотря на звездный статус соперника, наша команда сумела собраться силами и в присутствии 15 тысяч белорусских болельщиков победить в этом непростом поединке. Это просто лучшая игра, которую я видел. Молодцы! Беларусь! Может, чуть-чуть ребята перенервничали с самого начала. Но это было минут 5 всего лишь первого периода. В принципе, потом начали играть, как мы умеем. Счет на табло. А сегодня сборная Беларуси снова приглашает болельщиков на Минск-Арену. В 7 вечера предстоит сразиться с командой Польши. Поддержка нашим хоккеистам необходима. Сергей Соболь, Александр Власов. Новости спорта. Гуэнтеа.